Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тиелим. 37-й псалом. Очень интересный псалом. Первое, что в древних книгах написано, что он связан волшебным образом с исполнением желаний. Особенно, когда ты хоть что-то задумал, когда есть какое-то желание, ты читаешь этот псалом и особенно сосредотачиваешь внимание на 5-м пэроке. Верь Господу пути твои и полагайся на него, и он сделает. Написано, что это производит совершенно волшебное впечатление. Есть еще потрясающая особенность этого псалма. Написано, что помогает Палыхайму, немножко перепившему человеку. Если человеку плохо или перепил, берут стакан с водой, ставят в правую руку, немножко соли добавляют, читают этот псалом и потом этой водой умывает человека. Говорят, помогает очень сильно. Кроме того, он помогает тем, кто не может справиться со своей привязанностью к чрезмерному употреблению алкоголя. Каждый день надо читать, упоминая этого человека. Этот псалом тоже помогает. Пятый пасук очень интересный. Написано, если ты выходишь в дорогу с какой-то целью, очень важной для тебя, читай этот псалом, сосредотачивай внимание на пятом пасуке и потом в молитве короткой говоришь, для чего ты идешь к Богу и все сбывается. Что еще пишут мудрецы? Главный совет, который Давид дает в этой главе, это стой на пути мудрости, на пути Торы. В этом мире кажется, что процветают злодеи, но их удача временная и тот, кто видит вечность, он говорит, что им суждено совсем не то, что нужно человеку. Вот с этого псалма еще делает интересный вывод мудрецы. Сказал рабе Иуда и сказал Раф написано в Талмуде, что каждому, кто доставляет наслаждение шаббату, делают в эту неделю то, что просит его сердце. Как сказано, где 37-й псалом, 4-й пырек, и будешь наслаждаться Богом, и Он даст тебе то, о чем просит сердце твое. Это мудрецы. Царь Давид в этом псалме предостерегал поколение, чтобы не завидовали грешников, везению и удаче. Полагайся на Всевышнего, увидишь, как все это будет совсем иначе в твою пользу. Есть еще третья строчка этого псалма, уповай на Господа, делай добро, заселяй землю и храни веру. Что здесь говорится? Недостаточно просто иметь веру, ее надо развивать и хранить. Отсюда и слово, вот это иммуна, вера, которая происходит от какого слова вы говорите? Леоман, тренироваться. Да, тренироваться, не будешь тренироваться, ослаблится, тропируется как мышца без физической нагрузки. Так и в каждом из нас заложена вера, она окружает нас как воздух, надо ее только вдохнуть и надо ее тренировать каждый день. Верить ежедневно. Брахаве слыхал.